Типы мужчин-ухаживателей. Куда ему спешить? Все нормально. Он такой, знаете, как такой хищник, который высматривает эту жертву. Он так ее так... Она говорит, нет, он все равно наставит. Он уже готов и ребенка, и жениться, и с родителями меня уже на четвертой встрече знакомит. Он просто ссорит деньгами. Ты не оправдал мамины оживания? Ты плохой мальчик? Я тебя не люблю? Ты наказан? Заполучи твою любовь. Поселиться в твоей квартирочке и впасть в депрессию. То он тебе пишет, то пропадает. Фразы типа, только не влюбись в меня. Такой айфосмет, он такой плохой. Я боюсь мужчин, я их не понимаю, я очень хочу быть счастливым. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому важнейшему видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно смотри это видео до конца. Итак, первый в нашем списке. Конечно же, кто же эти самые лучшие ухаживатели? Кто это делает лучше всех? Кто это делает искуснее всех? Настойчивее всех? Класснее всех? Конечно же, это женатые мужчины. Конечно же, это наши женатики. Ведь у него все плюс-минус налажено. Дома там жена, детки ходят в школу, там работка какой-то, бизнес какая-то, работка. Все хорошо, только жена помучивает мозг ему, как бы давит, да, или не дает ему то, чему ему там нужно. То есть то ли она там погружена в детей, то ли она там какая-то карьеристка, то ли она там какая-то требовательная по отношению к нему. Тяжело с ней. Ему, конечно же, хочется того самого удовольствия, той самой эмоции, эйфории, влюбленности, которую он когда-то получал от жены. И почему-то этот поток прервался. И, конечно же, ему нужен новый поток. И для этого ему нужна прекрасная девушка. И, понимаете, женатик, он же никуда не спешит. Куда ему спешить? Все нормально. Он такой, знаете, как такой хищник, который высматривает эту жертву. Он так ее так... Она говорит, нет, он все равно наставит. И так не спеша, аккуратно, методично, вот как-то вот так смакуя. И поэтому у них в этом плане очень хорошо получается, так сказать, завоевывать девушек, особенно, которые не знают, чего хотят, особенно, которым страшно остаться одной. Либо, которые мужчина там не доверяет, обожглась, или считает, что быть женой это плохо. Мужчины классно относятся только к любовницам. Ему удается как-то обхитрить ее. В общем, это первый тип. Мужчины-женатики – это лучшие ухаживатели. Это просто профессионалы, которые никуда не спешат. Если для тебя важно еще больше разобраться в типах мужчин, в типах женщин, как строить по-настоящему счастливые отношения, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина-честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем эти темы от и до. Второй, следующий тип профессиональных ухаживателей – это наши кто? Тираны. То есть это мужчины с замашкой, склонные к тирании. Либо, в принципе, скрытые тираны. Как проявляются тираны? Некоторые проявления. Это не значит, что те мужчины, которые так себя ведут, они тираны. Нет, некоторые проявления вы сейчас можете узнать, если у вас был такой опыт. Ну, например, он может на свидании прямо говорить, что я там хочу жениться, я вижу в тебе жену, он уже там на третьем свидании от тебя хочет детей. И он реально может либо сказки тебе рассказывать, ну, чтобы ты услышала то, что ты хочешь, либо он реально может в это верить. И обычно эти мужчины хотят как можно быстрее от женщины родить ребенка. Почему? Потому что ей же потом легче управлять. Она же как бы слабее становится, ну, слабее в плохом смысле слова, да, может быть слабее в хорошем смысле слова, а можно быть в плохом. И женщина, понятно, что беременная или, которая имеет ребенка, она, в принципе, становится более зависима от мужчины. А тирану только это и нужно. И девочки как бы такие немножко инфантильные, они говорят, боже, какой серьезный мужчина. Он уже готов и ребенка, и жениться, и с родителями меня уже на четвертой встрече знакомит. А он же знает, как взять, да, как бы, как сказать, что нужно сделать, чтобы у нее розовые очки оделись. И поэтому, если мужчина на первых свиданиях начинает говорить там про детей, про женитьбу, как-то торопит, вот прям слишком торопит события, это не значит, что это плохой мужчина. Я понимаю, что есть случаи, когда действительно достойный мужчина увидел в тебя прекрасную девушку, и он там решился. Я понимаю, что такие случаи есть, но это единичные случаи. В большинстве случаев это некая уловка. Дальше, что еще за замашки у тиранов? Ну, это обеспеченных тиранов. Да, обеспеченных. Которые он снимает не столик в ресторане. Он снимает весь ресторан. Он просто ссорит деньгами. Он просто все, он просто, чтобы создать, он такой, как, знаете, лучший ухаживатель. Он хочет ей показать, что он лучший, что он такой с большими возможностями. И он хочет, чтобы девушка какое-то сделала? Блин, ну вот, наконец-то, тот самый, который по-настоящему меня ценит, по достоинству меня оценивает. И часто это заканчивается чем? Что этот мужчина говорит, что смотри, ну, у тебя же есть все. Я тебе все даю. Что ты там... Это жизнь комфортная, но это как некая золотая клетка. Я не говорю, что это плохо. Понятно, что многих женщин это и так устраивает. И многие женщины даже об этом мечтают. Но когда они в это попадают, да, они как бы избавляются от какой-то бедности, может быть, которая у них была. Но счастья там тоже полноценного нет, потому что она зависима от этого мужчины. А если этот мужчина влиятельный, властный и так далее, то он ей может там дальше управлять, ну, разными способами. Поэтому второй у нас в рейтинге классных ухаживателей, это вот мужчина с тираническими замашками. Следующий тип класснейших ухаживателей, ухаживателей, это, конечно же, наши котятки-нищебродики. Это слабые мужчины. По сути, это кто? Это заслуживатели любви. То есть его как мама воспитывала? Она ему говорила, смотри, Коленька, ты принес пятерку, ты молодец, я тебя люблю. Ты принес двойку, ты не оправдал мамины ожидания. Ты плохой мальчик, я тебя не люблю, ты наказан. Этот Коленька вырастает. Какая у него программа внутри? Чтобы меня любили, ведь все мы хотим, чтобы нас любили, да? Что нужно делать? Нужно оправдывать женские ожидания. Нужно заслуживать женскую любовь. И тогда меня будут любить, и в принципе будет какая-то любовь, комфорт, то, чего мне так не хватает. То есть у него нет мысли, как достигать цели, как создавать бизнес, как строить карьеру, как заниматься полезным, классным каким-то делом, да, работать в какой-то компании, которая полезна там для общества. И поэтому он кого ищет? Он ищет женщину, сильную женщину. И он же понимает, чтобы сильную женщину заполучить, так сказать, не обязательно быть достойным мужчиной. Нужно что? Чтобы она влюбилась. Нужно что, по сути, делать? Хорошо ухаживать, уделять ей внимание, быть симпатичным, настойчивым. Чтобы заполучить большинство девушек, ну, в принципе, это и нужно. То, чего им не хватает, да, вот этой, фу, некого изображения, вот этого, какой-то тепла, который дает этот мужчина. И нищеброды это прекрасно понимают. И когда нищеброд видит уставшую, недовольную, немножко агрессивную девушку, которая там самостоятельная, которая или прямым, или косвенным текстом транслирует, что мужчинам она не доверяет. Это идеальный типаж для слабых мужчин. И он понимает, чтобы мне ее заполучить, нужно мне быть целеустремленным каким-то мужчиной, нужно, чтобы у меня были результаты в жизни, нужно быть ответственным. Нет, нужно на первых этапах очень хорошо постараться. И после того, как он вкладывается и заполучает то, что ему нужно, потом возникает вопрос, Ярослав, почему мужчина расслабился? А почему мужчина охладел? Ну, потому что, возможно, ты привлекла мужчину, которому у него и была главная цель заполучить твою любовь, поселиться в твоей квартирочке и впасть в депрессию. Зато ты же самостоятельно сильный, на тебя же смотришь и понимаешь, что с тобой не пропадешь, с такой женщиной не пропадешь. Ты справишься в любой ситуации, при любом курсе доллара и евро. Следующий тип ухаживателей это пикапер. Но тут пикаперов не учат ухаживать. Пикапер это не тот, кто классно ухаживает. Чему учат на пикап-курсах? Ключевое, если ты хочешь заполучить женщину, тебе нужно дать ей эмоции, вызвать у нее эмоцию. И для того, чтобы вызвать эмоцию, понятно, что можно ухаживаниями, но это долгий путь вызывать эмоции, да, и как бы, ну, непонятные долгие. Есть более быстрый путь. Понятно, что есть путь алкоголь, выпить алкоголь, и все эмоции, да, это самый короткий путь. А есть эмоции вызвать вот эти фишки. Ближе, дальше, да, то он такой с тобой внимательный, то такой отстраненный, холодный. То он тебе пишет, то пропадает, то пишет там смс-ку отвечать тебе через три минуты, то через полчаса. Там фразы типа только не влюбись в меня, да, или такая модель у них приза есть, типа он весь такой приз, такой весь востребованный и весь такой всем нужный. И на это ведутся многие девушки. Безусловно, ты можешь сказать, да, Ярослав, что ты рассказываешь, меня такие мужчины отвращают. Безусловно, тебя может быть. И они же сами, особенно те девушки, которые сами используют подобные методы, они же в эти ловушки зачастую и попадают. Потому что с этим мужчиной не скучно, он такой, он такой альфа-самет, он такой плохой, он такой, он весь, да, эмоция. А когда женщина получает эмоцию, она что думает? Ну, типа у нее ассоциация, как влюбилась, или ассоциация, то есть никому ничего не чувствую, это такой, да, он там плохой, да, что, ну, эмоции, с ним не скучно. Если у тебя запрос на не скучно, ты должна понимать, это не запрос на отношения. Запрос на не скучно, это эмоции. А эмоции бывают, эмоции, это же не всегда позитивные. И пикаперов учат, вот этот плюс-минус давать те эмоции, и на этой раскачке эмоций ты как бы, как бы, так знаешь, очаровываешься мужчиной. Это важно понимать. Ну, и следующий тип мужчин, я считаю, что-то нормальные мужчины или склонные, так сказать, к нормальности. Понимаете, вот между, и разница между ними, есть мужчины-ухаживатели, а есть мужчины-заботливые в принципе. Да, кто такой заботливый в принципе? Это тот, кто заботливый не на коротком периоде каком-то, чтобы заполучить твою любовь, внимание, расположить, чтобы растопить твою холодность, а он заботливый в принципе. То есть, он понимает, что я выбираю женщину, и он понимает, что если я хочу, чтобы она была там красива, довольна, восхищалась, ну и так далее, то важно правильно взаимодействовать с этой женщиной. Значит ли это, что эти мужчины как-то хуже ухаживают или намного лучше? Нет. Значит ли это, что мужчина на первом свидании обязательно тебя повезет в дорогой, лучший ресторан с лучшим видом? Или значит ли это, что нет, он повезет тебя там в какой-то просто кофейню? Это вообще не важно. Это вообще, то есть нет, то есть для него не имеет это значения, потому что у него цель не впечатлить тебя, удивить. У него цель пообщаться с тобой, узнать тебя, какая-то женщина, почувствовать, как мне с тобой общаться, как нам по пути или не по пути. И для этого вот эти декорации и всякие вытанцования, они не всегда обязательны. Да, есть другой случай, когда этот мужчина действительно как-то очаровался тобой как-то до этого, да, или он точно понимает, что нет, это моя, и он там вкладывается, да, такое может быть. То есть здесь нет правила, что они ведут себя именно так. Важно могу сказать то, что у них нет позиции желания заслуживать любовь. Что такое самодостаточность? Это когда я спокойно уверен в себе, и мне не нужно вот это, знаете, перья поднимать, чтобы там, или рассказать, я много зарабатываю, я такой успешный, или я такой востребованный среди женщин, или вот тебе вот, посмотри, что я могу. Нет. Он понимает, что многое может, и не обязательно этим понтоваться, не обязательно это демонстрировать. И понятно, что у тебя, скорее всего, есть вопрос, я расслабляю, да как же определить? А как же определить? Как же понять? А я тебе задам встречный вопрос. А скажи, а как мне понять, что ты достойная женщина? Вот ты мне дашь какие-то советы? Ну мне, не в смысле мне Ярославу, вот я мужчинам передам, вот как понять на первом свидании, что она достойная женщина? И здесь я считаю, что ключевое, знаешь, если я не разбираюсь в еде, я могу жрать где угодно, правда же? В Макдональдсе, там, на базаре шаурму скушать, ну, например. Я не разбираюсь в этом, мне главное, чтобы было вкусно. Но когда я начинаю разбираться в еде, я понимаю, что это хорошая еда, это плохая, это хорошая для всех, а для меня я люблю по-другому. Да, то есть я начинаю понимать, что мне подходит, что не подходит. Не то, чтобы я становлюсь избирательным, я просто четко понимаю, чего я хочу, чего я не хочу, и мне не нужно времени много понять, что в этом разобраться. И также в любой теме, и также касается мужчин. Степень понимания, какой перед тобой мужчина, зависит от уровня твоей развитости как женщины. И те женщины, которые задают вопрос, как понять мужчину, я могу из опыта моего уже десятки тысяч выпускниц, там ютуб-канал уже сколько лет, я могу сказать, что те девушки, которые задают этот вопрос, они, значит, сами не понимают себя. Они сами не знают, чего они хотят. Они задают вопрос из страха. Я, Ярослав, я боюсь мужчин, я их не понимаю, я очень хочу быть счастливой, а как понять, что вот... Обычно это выглядит вот так. Поэтому, если для тебя важно еще больше разобраться в типах мужчин, в типах женщин, как строить по-настоящему счастливые отношения, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, прямо сейчас кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем эти темы от и до. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!